Здравствуйте, меня зовут Игорь. Добрый день, Мария. Мы живем в городе Днепропетровске. Как мы относимся к событиям на востоке Украины, однозначно негативно, потому что это наша страна, мы находимся у себя дома, и в то же время люди, которые с трудом понимают, что такое федерализация и зачем она нужна, под воздействием внешних сил пытаются нам навязать изменение Конституции, изменение государственного строя. Я считаю, что мы в праве у себя дома самостоятельно определять дальнейшую судьбу, судьбу нашей страны, и никакая там помощь и воздействие нам не нужны. Что же касается моего отношения к батальону Днепр, к батальону добровольцев, я позитивно оцениваю такой опыт. Почему? Потому что это мотивированные люди, которые настроены в моем представлении, в моем понимании навести порядок в стране. То есть это не перепуганные солдаты срочной службы, которые могут вести себя неадекватно и не понимать, с какой целью они там. То есть это патриоты, которые защищают свою страну. Ну, я соглашусь абсолютно. Я считаю, что целостность Украины должна быть поддержана и защищена. То есть вопрос отторжения территории, в принципе, отдачи присоединения к другому государству категорически против. Единая Украина только так. То есть те события, которые происходят на Востоке, это просто ужасно. Гибнут люди. То есть однозначно поддерживаю конкретно действия Игоря Коломойского, и действия патриотов, которые идут в батальон Днепр, которые пытаются защитить. И слава богу, у нас в Днепре мирное небо над головой, чего, к сожалению, невозможно сказать о Восточной Украине. Но будем надеяться, что это в скором времени закончится, все уладится. Только так. В любом случае, человеческие жертвы – это ужасно. Но проблема в том, что на войне, как на войне, и без жертв, к сожалению, невозможно. То есть хотелось бы, конечно, чтобы власти обеспечили наиболее мирные пути решения данной ситуации, но, к сожалению, мы видим в новостях, видим, что все-таки есть жертвы, так или иначе. Очень жалко. У меня последний вопрос. Как вам новый президент Порошенко? Я позитивно оцениваю выбор. Я сам голосовал за Петра Порошенко. У него огромный кредит доверия. Мы надеемся, что он его оправдает, что не будет повторения разочарования, которое нас постигло после оранжевой революции 2004 года. То есть я считаю, что на данном этапе у нас есть все инструменты и желание, и чувство ответственности контролировать власть и нести ответственность за свой выбор. Поэтому мы верим и надеемся в лучшее. Лично я готов терпеть год, два, три, но ради того, чтобы быть уверенным, что завтра я буду жить в свободной стране, где будут обеспечены демократические ценности, и где я буду чувствовать себя защищенным. положительно на данный момент отношусь. Положительно, прежде всего, с той стороны, что это однозначно человек образованный, человек, знающий, о чем он говорит. Здесь только положительные моменты. Но будем смотреть по действиям. Хотелось бы увидеть реальные сдвиги, то, что будет реально. То есть на данный момент положительное впечатление. Будем надеяться на то, что оно таким и останется. Можно еще добавлю, что я очень надеюсь, что Майдана третьего не будет. Потому что тому, кто будет причиной третьего Майдана, мне кажется, он позавидует судьбе Виктора Януковича. Я никому такого не желаю, но это факт. Потому что украинцы терпеливы, но всему есть предел. Днепр является русскоязычным городом. Изначально был, в принципе, в течение всей истории Украины. Точно так же, как и Харьков, Донецк, Луганск и так далее. Восточная Украина. Я живу в Днепре всю жизнь. Я знаю, свободно владею украинским языком, свободно владею русским языком. Хотя в обиходе, то есть повседневная жизнь, большинство людей общается на русском языке. Никогда за всю нашу жизнь нас не притесняли, не запрещали говорить на русском языке. То есть это русскоязычный город. И мы, как никто другой из Украины, в Восточной области, мы знаем, что никогда не было никаких гонений, никакого запрещения, никакого утеснения. Это факт, реальный факт. То есть точно так же, как мы можем свободно учить английский язык, который мы учили, свободно можем разговаривать. Другие любые языки. То же самое касается русского языка. Никогда такого не было. Да, украинский язык единственный государственный. Но в плане того, что какие-то притеснения, либо гонения, никогда.